Ну что, друзья мои, мы продолжаем съемки в Икеа Стамбул. Кто нечаянно наткнулся на это видео, либо оно вылезло у вас в поиске, мы YouTube-канал про Икеа снимаем в основном в Нижнем Новгороде, так как мы посредники, или как нас называет, любимая Икеа и Нижегородская перекупа. Ну, в принципе, нам обычно это пофигу. Это так, минута лирики. Мы находимся в Икеа Стамбул. Вы попали в целый плейлист нашей поездки в Стамбул. Мы рассказываем про Икею, про отличия от Нижнего Новгорода, про разницу в цене, они есть плюсы и минусы, и вообще как бы про все, что можно рассказать только про Икеа Стамбул. На данный момент мы находимся в отделе мягкой мебели. Посмотрите, какое просто бешеное количество диванов. И совершенно... это причем только половина отдела, вторая половина еще ровно такая же, там мы ее покажем вам дальше. То есть это, грубо говоря, треть отдела с бешеным просто количеством диванов. Диванов очень много. Много диванов, которые у нас вышли из ассортимента. Например, диваны Кторп, которого больше не будет. И есть диваны, которых просто не здесь. То есть это делается только для России. Возможно, есть где-то в Европе. Ну, надо смотреть, да, прям конкретно по сайту. Но здесь, в Стамбуле, мы не нашли. Икеи в Стамбуле несколько. Мы находимся в торговом центре Форум. Форум Инстамбул. И отдельно Икеи, как отдельно стоящее здание. Так, я так хорошо сижу, чтобы мне даже стоять неохота. Рука им показывает. Дима. Значит, диван Вимлы. Кстати, знакомый всем нам диван в России. Он есть. Смотрите, какая интересная обивка. У нас в основном они какие-то серые, зеленые, коричневые. Скучные. Здесь обивок гораздо больше. Цена данного дивана 2467 лир. Оценивать с Россией не буду, потому что не помню дословно ценник на Вимлы. Так как это... Ну да, Дима, а ты его не оценишь. У нас нет такой модификации по цвету. То есть здесь уже от чехла цена зависит. То есть Вимлы в Турции очень много. И они все разнообразные. Вылазью из мягкого удобного дивана. 10 лет гарантии. Это диван-кровать. Если я не ошибаюсь. Ну, сразу скажу, ребят, разбирать, раскладывать, как мы делаем это в нижнем, мы не будем. Мы получили разрешение на съемку, но до такой степени, я думаю, Дим, не стоит. Смотрите, что я какую интересную штучку нашла. Диван Вимла в сером цвете. У нас, кстати, обивка похожая есть. Вот такой вот подлокотник, подголовник под подушку. То есть это тоненькое основание вставляется сюда. Вы кладете подушку. И я считаю, что это очень офигенно. Вот этого, например, у нас не хватает. Кому-то надо в семье, кому-то не надо. Подлокотник переставили? Что такое для местных? Может быть. Потому что очень много таких моментов, которые, как я понимаю, есть только здесь. Смотрите, сколько пуфиков в Вимлу. У нас нет такого количества. Пуфы Экторп. Кстати, ребят, мы не будем показывать все подряд. Мы будем показывать только то, чего нет у нас. Либо товаров этих нет, либо цена прям вот кардинально отличается. Если там, допустим, модульная мебель, ее, кстати, вы особо не увидите, потому что она тоже стоит столько же, сколько у нас. И ассортимент точно такой же. Еще на канале есть мини-прогулка по всей Икее. И еще есть интерьер. Мы показали, как турки видят Икею в своей жизни. Так, смотрите, значит, пуфы Экторп, которые нам заливают, что он вышел из ассортимента, его больше не будет. Так, вот такого пуфа у нас, я даже на память не помню, Грэнлид. А, это Килиф. Килиф? Ребят, честно, я не помню такого пуфа. Такого тоже не помню пуфа. Смотри. Смотри, какие лифты. Ну да, газовые. Классные, да? А, и вот он же вместимый, вот его вместимость сколько умещается. Вот это, кстати, удобно. Я в плане вот эстетики. Да, такая же ножка, юбочка подогнутая. Потом, смотрите, как мы поняли с Димой и перевели, Ени это новинка. То есть, да, ну это логично, оранжевый кружок. Страдмон оранжевый, Ени. Потом Грёдлик. У нас пухов таких тоже нету. Это просто мягкий пуф. Ну, у нас просто... Я почему на это обращаю внимание? У нас просят такой ассортимент. У нас просят кресло, у нас просят много диванов. Но это не продается. Еще смотрите, что мы нашли. Вот такие вот тканевые, связанными чехлами пуфы. Они разной цены, разного цвета. Ребят, кто мебелью занимается? Берите идеи с наших видео, да. Пилите, продавайте деньги, зарабатывайте. Но не хочет Икея России, если нам поставлять такой товар, который есть в других странах. Вот очень удобный мягкий пуф. Я посидела на полу сидеть детям в детскую. То есть, это не огромный пуф-мешок, а это такая вот небольшая штучка, на которой можно посидеть. Вот ценник, например, сколько получается? 449 лир. Даже если 500 лир взять, это где-то около 5000. Мне кажется, это вполне дешевле даже можно сделать. Можно. Очень много обивок, тех, которых нет у нас. Ну, вот эта вина, кстати, у нас вышла из ассортимента. Пойдем покажем диван Кивик. Пока у нас он не поступил, будет, нет, неизвестно. Вот этот диван Кивик, он двухместный. Получается, он только сидеть. То есть, это не диван-кровать, это только сидеть. Что по деньгам? 2000 лир, 20. Блин, ну тоже, ну не знаю, как бы. Не то чтобы спорный диванчик, если сравнивать с тем, что там у нас на выпускали, да? Цвет есть еще бежевый. Ну, по ценам сразу скажу. Не все в Турции дешевле, чем в России. Что-то прям вот настолько дороже, что-то настолько дешевле, что-то наравне с нами. И прям вот диапазон, когда мы ехали, мы думали, вот сравним, да? Мы сравнили, цены просто разные. Слушай, такое ощущение, что Кивик, что-то среднее между Валентуной, которая у нас раньше была, да, похоже. То есть тоже модули, ну нет, нет, Валентуна была другая. Смотрите, нет, это не Статгольм, это диван Норсборг в зеленом цвете, очень похож на Статгольм. Да, Дим? Есть такой же маленький. Большой стоит 2,600, маленький стоит 2,100. Ну, поизящнее, вот для зала. Смотри, какие кармашки, да, для всевозможных там книжки, пульты и так далее. Это, да, это у нас не диван-кровать. Вот такой вот модуль, его объединяют вообще под как угодно. Он потом будет дальше, здесь сотрудники работают, мешать не будем. А, вот он. Вот такой вот модуль 5000 лир. 50, ну, на наших денег где-то в районе 55 тысяч будет это делать. То есть железные ножки, он модульный, в принципе. Ну да, то есть такое ощущение, как будто это вариации Валентуны. Ребят, не буду дербанить интерьер. Это диван-кровать. Он раскладывается в кровать. Значит, подушки убираются? Да, подушки убираются, он раскладывается в кровать, там внутри матраса. Диван называется Ферлёв. У нас такого дивана даже в ассортименте не было. 10 лет гарантии. Ну, не знаю, насколько бархат практичен, хотя если брать с точки зрения Санеллы, практичен. Но чистить бархат все-таки сложновато. Получается, он есть в бордовом цвете, в таком в черно-сером цвете. Видите, тут много диванов, которые не диваны кровати, да? То есть у нас люди требуют функциональности, чтобы на этом же можно было и спать. А именно диван, на котором сидеть. То есть это диваны, которые можно поставить в гостиную. Раторп. У нас тоже нет этого дивана. Пойдем. Мы же уже пробежали, мы все видели, поэтому показать вам, то есть чтобы не то, что... Ой, ладно, вырежешь это. Что-то у меня не сформулировал смысл. Кресла Тульста. У нас они пропали из ассортимента, есть только в коже по 15 тысяч. Здесь со съемным чехлом серым. Чехол у нас, получается, стоит 250 лир, а сам каркас кресла 7 тысяч. 800 лир. То есть 7. Ну, раньше так оно, по-моему, нет. Это до подорожания Сольста, хотя Тульста так, к примеру, в том же ценовом диапазоне и была. Карлстаддиван. Кстати, по нему в группе Икея России страдают. В России, увы, нет. О! Ланскорна. У нас он стоит 49. Или 46. Дима цену точно поставит. А здесь 3,700. Ну, тебе так понятнее, да, будет на звук, чтобы... 3,649. Дима тоже в лиры пересчитает. Смотри. У нас даже близко вот таких диванчиков нет, да? Но интерьеры же у всех разные. Я не понимаю вот этого, почему нельзя это выпустить под нас. Экторпы-диваны, про которые нам твердят, что они пропали, их не будет больше совсем. Пожалуйста, вот стоят экторпы с любыми чехлами. Чехлов. Ассортимент ткани у экторпа, как и был. То есть все эти знакомые нам цвета. Возможно, кто-то скажет, что из России это ушло, а в Турцию как бы пришло. Я что-то сомневаюсь. Потом вот диваны. Тоже опять у нас нету. Квинсинге. 2000 лир. Нет, не раскладушка. Просто посидушка. Вот новинка. Трехместка. Двухместка. Жесткий, плотный. Не проваливаешься. Лучше, чем мы на предыдущем сидели, который за 2000 лир этот стоит. Это, кстати, 200 лир стоит. А который мы на новинке тоже сидели за 1999. Вот этот гораздо удобнее, он поплотнее. А вот, кстати, нет, это фрихетон. Фрихетоны у них тоже разные. Не все фрихетоны, какие есть у нас. Есть новые ткани, которых у нас просто нет. Ткань давай покажем, чтобы людей не смущать. Вот это тоже фрихетон. Стоит он 2700. У нас, ребят, вот такого рубчика нет. Мы, кстати, приехали, народу было мало в магазине. Сейчас народу стало много. Диван Карлаби. Ой, Карлаби клепан. 1400 лир. 14-16 тысяч примерно получается. Нет, это с каркасом. Но чехол же съемный у клепана. И у Турции тоже есть апофеоз. Вот такая хрень стоит 1700. Вот тот диван стоит 2000. Ну, на этом можно спать, он раскладывается. Это уровень нашего Брисунда. Вот эти два новых уродца, которые вышли. Я уже садилась. Для меня не сюрприз. Ты проваливаешься в мягкий наполнитель. Наверное, чтобы Родину не забывал. Ты проваливаешься в мягкий наполнитель, и ты попой стукаешься об деревяшку. Тоже Йене. Диван с металлическим основанием. Он разложен с полноценным пенополиуретановым матрасом. То есть у вас получается и диван, и кровать. У кого диван объединяет комнату, можно такой вариант рассмотреть. При этом все части продаются отдельно. Стоит 5000 лир. Ну да, под 60 он будет. Пойдем сюда. У нас был диванчик сольстый. Сейчас появился дешевый за 4800. У Турции есть за 1000 лир. Вот такой вот. У него крайне удобный. А спать вот он. Это он в разложенном виде. То есть чехол раскладываешь. Да, раскладушку. Но я считаю это дорого. То есть это 1500. Вот прикольно. Пожалуйста. Диваны. Лискили, да? Продаются. Даже новые чехлы есть. А у нас нету валентуна раскладушечки. Кстати, серый фрихтен угловой. А, нет, подожди. Это отдельно. Подушки отдельно на фрихтен. Стоит 200 лир. Что-то я немножко, я, конечно, не сильна, но у меня такое ощущение, что это продается все вместе. Ну да, вряд ли подушка будет отдельно. Да, это все вместе. 200 лир. То есть за 2000 с хвостиком рублей можно купить дивану фрихтену дополнительно подушек. И одеть его. Удобно. Так, мы переползаем в отдел кресел. Страдмоны, сразу скажу, дороже. Но выбор цветов, ребята. Вот, Дим, подними наверх. Молодежь уйдет. Да. Ну, а как? Ну, и, кстати, кресел мы уже снимали, когда такой общий обзор делали по Стамбульской Икеи. Кресел, ребят, выбор раза в четыре больше. Что печалит, что у нас... Я просто сужу по клиентам. Клиенты просят кресла. Люди просят диваны. Понимаете, человек не будет ждать, когда Икея в Россию что-то там решит ввести. Человек просто идет и заказывает в другом мебельном магазине. Сейчас нет проблем закрыть свои потребности. Люди это закрывают. Поэтому я считаю так, что производитель любой магазин должен идти в ногу со временем. Он должен слышать своих покупателей. И это то же самое. Например, у меня сейчас сравнение с компанией Siberian Wellness, с представителями, которыми мы являемся. Поэтому мы и прилетели в Стамбул. У нас обучение. День рождения грандиозный у компании. Будет, но вы уже. Да. То есть, я сразу скажу, нас не пригласила Икея, но мы вас любим. Мы живем этим. Мы хотим вам передать свою эмоцию, чтобы вы тоже увидели, как это через призму нашей камеры. И вот, например, для меня сравнение, что будет, допустим, Siberian Wellness предлагать продукт, который производил 20 лет назад, и говорить, ребята, это вау, это новинка. Технологии на месте не стоят. Сейчас бешеное разнообразие всего. И потребителя нельзя держать. Бери только у нас хренушки. Потребитель разворачивается, берет то, что он хочет. Не у вас, только у другого. А вот в России почему-то до сих пор работает принцип радуйтесь, что вам разрешают покупать. Ребята, у нас вопросов никаких не было. Мы подошли на сервис. Через перевод, Google перевод мы объяснили, кто мы. Нам сказали yes, окей. Все. К нам ни один охранник не подошел. Но, по крайней мере, пока мы уже второй круг снимаем. Поэтому посмотрим. Пойдем, кресло. Кресло Strandmon нами любимое. Разгон от 1400 до 1500 лир. Новые цвета, которых нет в России. Такой красный к нему есть пуф. Зеленый в листок к нему есть пуф. Цветной в цвет экторп и диван экторп к нему есть пуф. Зеленый бархатный пуф и пока нет. Это наши цвета, которые есть в России. Желтого, синего шифтебу здесь нет. Кожи тоже нет. Экторпу мы вам уже говорили, что есть все кресла. Все, что было в России, когда-то продавалось, здесь они есть. Кресло тульста, пожалуйста, три цвета. Зеленая холодная мята, теплый бежево-серый и классический серый. Чехлы все съемные. На одно кресло, пожалуйста, покупаем три чехла. У вас три кресла разные. Кресло 100 скулсунт, 1700 лир, 1500 лир. Ну, как бы небюджетно. Вроде бы не раскладывается. Хотя нет, что-то куда-то там раскладывается. Просто поднимается. То есть просто кресло на посидеть. Дальше кресло Мурен. Вот с такими хвостами. Смотрите, как удобно. Самые затираемые места, самые, это отдельные чехольчики. Снял, постирал, кресло чистое. 1600 лир. Тоже 1600 лир. А, и вот Дим. То есть все грязнюшки закрываются. Фарлов. Кресло. Раз, два. Я не знаю, правильно называю или нет, как читаю. Три вида. Как раз так же, как и диваны. Грюндлинд. К ним есть пуфы. Мы смотрели с вами большие. Разные формы. Везде. Видите, в комплекте. То есть можно с двумя подушками, можно без подушек. Разница. Где-то 500 лир примерно. Кресло. Ремстер, кресло. У нас клиенты такие заказывают у других мебельных фабрик, чтобы это было. Темно-синий, темно-серый, приглушенный желтый. Вот это понравилась мне новинка. Мы его увидели при входе. Стоит 1300 лир. Мягенькая. Ну, для дома вот. А у кого какие предположения? Почему в Турции гораздо больше диванов и кресел, чем у нас? Это связано как-то с гостиничным бизнесом? Или это все-таки связано с образом жизни? Что люди умеют больше отдыхать и расслабляться? Мы заметили это уже находясь. Вот сейчас мы в Стамбуле второй день. Мы это уже увидели. Да, и в отличие от нас, бешеных лошадей. То есть здесь такой вот. Хотя и город бешеный. Люди живут для жизни. А вы, чтобы выжить. Нет, вы чтобы выжить. Кресло удобное. И стиль, кстати, смотрится. Да, если вот эти вот, ну, все-таки можно сказать, что они большие. Они уже вышли там что-то из моды огромные. А вот это вполне стильное кресло. Так, кресло Поинг. Пойдем дальше. А нет, вот Страдмончик желтый. Кресло Поинг есть все, как у нас. Плюс несколько цветов. Пойдем вот такую обивку покажем. К нам она еще не пришла. Придет, нет, непонятно. Наподобие Шифтебу. Только поплотнее и еще отстрочки. В принципе, смотрится интересно. Хотя 450. Туристично. Подожди. Это кресло с каркаса. 450 лир. То есть это как раз получается минимальные, да, подушки. По цене. Потом из того, что нет у нас, только еще зеленые. Все остальные цвета у нас есть. У нас два цвета у нас на уровне. Или один цвет. Да, у нас вообще оно... Да, у нас вот этих четырех цветов нет. У нас нет отстрочки буфами. У нас вот только рыженькая. Дим, темновато. В коже, кстати, но сейчас они все по распродаже. 900 лир и 800 лир. Кресло тоже отстрочено. Да. Но нам стопудово скажут, что мы облизали турецкую икею. Кресло Экинас. Я на нем уже сидела, когда мы снимали обзорку общую по магазину. Кресло, ребят, удобное. У нас вот они. Икера. Здесь они, кстати, 800 лир. У нас они чуть подороже. Но выбор, когда по цвету, извините. Я хочу другое. Почему я должна покупать только то, что... Я тебе вот объясню, хочу донести мысль уже в офисных креслах. Но это будет попозже. Окей. Так, ну что, мы кресло показали все. Да? Путешествие продолжается. Ребят, мы сейчас плавно переходим в отдел мебели. Но вспомнили вот про это кресло. И оно не будет оставлено в обзор с креслами отдельно. Кресло стоит 2000. Это практически цена диван. То есть, 21-22 тысячи. Но смотрите. Визуально это обычное кресло. Да? Казалось бы, блин, ну за что деньги платить? Сейчас я вам покажу такую фишку. Представляете, пришли с работы. Устали. Сели. Поели. Легли. И легли совсем. Красота. Реально очень удобно. Я сейчас... Мы покушали. Кстати, мы были в икеевском ресторане. Нам очень понравилось. Очень много местных блюд. Ой. Порций гораздо больше, чем у нас. В общем, слопали мы в два раза больше, чем съедаем обычно в Икеа и в Нижнем Новгороде. Где денег отдали в два раза меньше. Вот так. Ой, мать моя женщина. Опа. Все. Кресло превращается в элегантные шорты. Скажи, классно, да, Дим? Вот на линейку, которая подходит перфорированной полке, это к стеллажам Билли. Вот таких я у нас не обнаруживала. 50 лир. То есть, здесь специальный крепеж. У вас, получается, стеллаж закрыт. Ну и при этом он не глухой. И вот такая большая. Сейчас она по скидке. 60 лир вместо 80. Ты хоть, а что, бы заезжал туда? Пардон. Идем дальше по стеллажам Билли. Ребят, ценник гораздо ниже, чем у нас. Смотрите, пересчитывайте сами. 900 лир стоит вот такой стеллаж. У нас они, по-моему, под 16 тысяч выходят. Дим тоже пересчитает, ценник будет. Вот такой точно. Знаешь, что у нас стоит 12 тысяч. 12. А здесь, получается, 9. Около 10. Все равно разница есть почему-то в меньшую сторону. Хотя, смотрите, белый тоже стоит 9. Белый у нас вот такой выходит где-то в районе 8. Почему? Непонятно. Так, идем дальше по цене. Витрина Де Тольф в Нижнем Новгороде стоит 5300. Здесь стоит 379 лир. Даже если умножить на 10, это 3 800. То есть 4, там, 4 с копейками. Не дороже. Товар точно такой же, разница именно, ребят, в цене. Кстати, а того нету, который самый дешевенький. Причем, смотри, разница между флюстой и коллаксом 50. Ребят, коллакс и флюста, которая у нас пропала. Флюста у нас стоила 2000. Здесь она стоит 349. Здесь флюста гораздо дороже. При этом коллакс здесь стоит 400 лир. 400, 4000. И еще там, да. Ну, пусть примерно как у нас. Но, смотрите, флюста какая здесь дорогая. Ну, у нас флюста вышла. Флюста у нас нет. Коробки Дриона, все вставочки, все то же самое. Разница в цене. Ребят, плюс-минус. Каждую позицию пересчитывать, ну... Деревом пахнет массив. Пришлись, Дима, к выводу, что нужно начинать с совершенствия учить английский язык. Потому что объясняться с охраной налома на турецко-русском языке помогает только Google Translate, Google Переводчик. Вот такие шкафы нашли. Ну, не шкафы, буфеты, серванты. Называйте, как хотите. Можно поставить его в комнату, где бы вам не нравилось. 1400 лир стоит. Ну, 15 тысяч, наверное, примерно получается. Массив полностью. Массив дерева. Что белый, что коричневый. Единственное, что мне, например, не нравится. У белого переход. Сами ноги гораздо белее. Здесь, скорее всего, ДСП-шка. Хотя нет. Ну, покрашено таким вот образом. Разница бросается. Да, вот вазы? Ну, я вот увидела эту разницу. Дальше. Саманхэнк. Как-то так. Мы уже его показали в первых обзорах, когда гуляли. Теперь давайте поподробнее. Металлическое основание. 3200 лир стоит. Ну, такой сервант. Да, раньше было модно у нас. Но здесь все покрыто буквой пробкой. То есть пробкой. И, конечно, как по эксплуатации. Ценник, получается, за 30-ку переваливает. Да, как приличная стенка. За эти деньги пакс можно купить. Ну, вот. Вот такая вот новинка. Нет, это даже не новинка. Такой ассортимент. Ребят, у нас не получается снять каждый отдел по отдельности, чтобы залить вам в плейлист. То, что у Ютуба тоже свои требования. Поэтому вот сейчас, например, мы объединяем немного корпусной мебели со стульями обеденными. Такое будет. Как Дима назовет, не знаю, как вы будете различать. Но Дима, я думаю, сделает. Хенрикс Даль. У нас есть эти стулья, но у нас нет такого выбора чехлов сейчас. Это есть у нас. Таких чехлов нет. Дальше. Хенрикс Даль. Маленькие чехлы. То же самое. Нет такого выбора чехлов, как здесь. Эти стулья есть. Стулья Экеда Лен. У нас этих стульев нет. Столы Экеда Лен продаются давно. Вот они. А стульев нет. Представляете, ну как так? Вот стол у нас есть, да, Экеда Лен? А стульев нет. Смотрите, какие стулья, какие Экеда Лен. То есть фактически сами по себе красивые стульчики. Это тот же аналог берье стульев. Лерхам. Никогда не знала, что у Лерхама есть стул под морилку и черный. Тоже с мягкой сидушкой. Хенрикс Даль такой есть. В таком цвете стула нет. Эти есть у нас. Ой, Дима, иди сюда. Вы знали о том, что у Ингаторпа есть обалденное, можно сказать, кресло. То есть такое вот для главы семейства. Для мамы семейства. Ну поняли. То есть для главного члена семьи. Энтигам. Нет, энгрим. Так, фанби, да, у нас тоже продается. То есть это облегченная конструкция. Крестовина такая же, как у фанби. А сидушка резная, легкая, более воздушная. Те же буквы основания остаются. Так, это есть у нас. Кстати, а есть фанби за 380. А, вот. Вот этого стула у нас нету. Может быть придет. Фанби без боков. За свет. За свет? Ну покажи хоть как-то. Мне ведь главное показать, а Диме главное как показать. Я не помню в ассортименте у нас вот такой столешницы. Ты помнишь такую столешку? Мне кажется, с такого нету. Кстати, я что-то и лимон нашу, может потом дойдем до нее? Может быть. Это же кухонные все. В ассортименте. Вот этих точно, видите? Это отдельные столешницы для кухонных подстолев. В ассортименте. В ассортименте попал? Убери. Нордвикен. Нордвикен. Такого стула у нас тоже еще нет. Новинка более широкая, чем у Карла. Хаус без стульев. Более такой расширенный, массивный. При этом АД дороже, чем у нас. 750 лир. Вот такого стула у нас тоже нет. Нордмира, Нордмура, как угодно читайте. Ивар у нас дешевле. Ингольф дешевле здесь. Кауст би дешевле здесь. Юк-мок примерно так же. Такой у нас есть. А, на этом нет. Вот таких Теодорусов красных у нас нет. 180 лир. У нас Теодора стоит 2... 100... Или 2,499 сейчас Теодора стоила. Кажется, 2,499. Смотрите, какой красивый, да? Такой морковный цвет. Вот этот втул мы уже показывали в одном из обзоров. Балстар. Его можно использовать как рабочее кресло. Ребят, я вам секрет открою. Для тех, кому обеденный стулья неинтересно, следующее... Ну, как бы, найдите на нашем канале ролик по офисным креслам. Вы офигеете, сколько их в ОК Истамбул. А, мы сейчас дойдем, да. Пойдем, ладно. Экедалин, мало того... Экедалин, Экедалин. А мало того, что есть просто обычный стул, есть еще и барный стул. Эти барники есть у нас. Этот тоже есть у нас. Стул барный стик здесь гораздо дороже, который стоит у нас 1300, здесь стоит 150 лир. Умножаем на, грубо, 12 рублей, получаем цену. Эти барники у нас есть. Кстати, очень дорогие Марк, Мариусы. На 10 умножаем уже 500 лир получает. У нас еще хвост. То есть почти 600 рублей стул. Это безумно дорого. Ребята, Дима, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Все держимся возле экрана крепко. Кюре, тот уродец, который вышел вместо Фросты. Ценник 100 лир. 100. Это 1150. У нас 599 он стоит. Не нойте, да? Не нойте. Охренеть. Отвар у нас стоит 600 рублей. Здесь 110 лир еще дороже. Ты по поводу скажешь, что я носил это плохо. Терье дешевле. Ну, практически. Ниса дешевле. Гунде и стулья дешевле. Ой, пойдем еще вот сюда. Стулья Ле Ферме. У нас еще не все есть цвета. Ярко-оранжевого у нас нет. Я очень надеюсь, что он придет в Россию. Его просят. Нежно-розовый это все есть. И еще, смотрите, стул АД здесь есть в сером цвете. У нас он вышел уже из ассортимента. Его не продают. Так. У нас еще есть мягкие. Пойдем туда. Еще не все стулья. Но столы, кстати, я разницы в столах не вижу. Честно, цены не сравнивала. Ну, кому интересно, кто очень любопытен, можно на сайте все это посмотреть.